Оооо Ааааа! Как говорит любимый баштир Блять, через минуту такси будет Любимый баштир Всю челить поганую смыл В унитаз Сегодня мы начинаем с вами баштирский триф Да-да, начинаем Юхтос, ты летишь в Мексику Что, мы сейчас, короче, едем Есть суп И уезжаем на А куда мы уезжаем? В Мексику Баштырский трип Отменил поездку, сука Так и вот, друзья мои Теперь контент на этом канале Только платный Минимальный донат Теперь полторы тысячи Водитель завершает поездку Понимаете, да? Уровень То есть, Бразилия все Теперь Мексика Так что ставим лайк Кидаем донат в Донаталью Селивтенков И не забываем, что инкогнито И летим в Мексику Ну а сперва суп Все, смотрите видео В этом видео мы долетим Люблю вас А Костю у нас Внук А тебе надо еще раз вернуться И Макс базарный. Макс-то базарный. Короче, ладно. Что, Баштир? Ничего не скажу. Не, Баштир, охуенно, она говорит. Я, знаете, говорю, думаю. Вот вы не думаете, что она вообще охуела у меня? Знаете, где она за два года была? Где-то была за два года. Расскажи ребятам. Съебать не должна мне ее была. Если интересно, подпишитесь на мой канал. Ссылочка внизу. У меня, блядь, это теперь контент. Га богатых, расскажи им. Вьетнам, Сингапур, Малайзия, Россия, Турция, Грузия, Рио-де-Жанейро. И опять Мексика. А Мексика второй раз. Моя девочка... И доехали. На, блядь. Моя девочка любит, походу, каждые полгода в Тулуме отдыхать. Да, моя девочка? Я в Тулуме не была. А? Что, ты им скажи чай? А что это делать? А просто, чтобы ты не орала. Расскажи им, чай. Если можно, вы его пока билеты брал от богачей. Можно я к вам буду обращаться, богачи? А у нас такси богачи, извините. А вот уже, друзья, и такси. Едем есть куриный суп. А то я целый день что-то бухаю, куриный. А ну я заказал в отель, отель. Да? Так что вот так. В театру было сказать. В театру было сказать. Ну, блядь, ладно. Так и вот, что я вам скажу там. Вон люди, видите, там живут. Что я вам скажу по итогу про Бразилию. Здесь странно. Но побывать здесь стоит. Да? Или нет? Да, вон даже Катя говорит, побывать здесь стоит. Чтобы, знаете, выебываться денег. Обязательно стоит. Да, обязательно стоит. Какой нам годний салют был. Бузилус, какой прекрасный был. Ну да. Ну, сюда надо ехать с нормальным мужиком. Или вообще без бабы. С таким, либо с таким. Не, не. Либо, да, вот с мужиком, либо с нормальным. Либо одному. А или либо одной. А тогда будет нормально. Женщине бы я одной сюда не посоветовала. А, женщине бы одной Катке не посоветовала. Так что вот так. Слишком в душе строится было. Да, ну все, мы ехать суп есть. На главную площадь ехать суп есть. Фу, я что-то так устал, ребята. Это вообще пиздец. Мы снимаем контент. Ставьте лайк, потому что все. Решил вас не оскорблять. Подожди, я хотела. Хотела сказать. Я тебе хотела сказать, что я его пирамиду потеряла. Поэтому тебе придется как-то с поносом самостоятельно справиться. А, а я, кстати, в этот раз не хотел. У меня нету даже нервов. А, вот здесь гулянка. Ой, да мне деды помуты. Да, да, но нет супа, блядь. А, там, наверное, музыка. Блядь, надо здесь и пожрать пиво. Поглядите народу сколько. Ребята тусят. Это вот где мы, знаете, с вами дедов слушали? Нихуя Рио, как он красивый. Да как уезжать, блядь, пиздец. А, Путин наш президент. Согласен старая. В общем, пришли на главную площадь Рио-де-Жанейро. Так сказать, сказать спасибо Рио-де-Жанейро и все. Блядь, гитарист у нас нет налика. Ну что, баштир? О, давай чокнемся за баштира. Спасибо еще раз огромное. Ты умеешь менять жизни. А сейчас вам Катенька расскажет, как трудно жить с идеальным мужиком. Рассказывай. Ну просто расскажи им. Как трудно жить с идеальным мужиком. А мне надо на аватар нылить в Мексик. А? Пусть некрасивая. А вот в чем сейчас проблема у тебя? Чего ты заныла, ответь? Ну что, я некрасивая и ебанутая. Я не справляюсь сама с собой. Да все, нахуй. Почему сама с собой-то не справляюсь? Просто, что тебе не хватает в жизни? Ответь нам. Уверенности в себе и уверенности в завтрешке. А ты не охуела, ты каждые полгода в Мексику летаешь. А ты летаешь, знаете, я бесплатное ебанное приложение к тебе. Ага. Еще сопли выпусти ты раз. Да что? Ну что? Короче, у моей бабы опять это, знаешь, как говорит великий рыжий сын, ебатория. Бля, что у них в баште? Вы знаете, у меня же есть моя любимая мамочка Надежда Васильевна. Там такой же ебанастас. Там пиздец. Степе телек захотела купить, прийти. А он бедный копит. Блядь, короче, ребята. Есть вопрос. Я же вам задавал. Парню 17 лет. Ищет работу в интернете. Блядь, помогите, подскажите. Напишите Катьке в личку. Пожалуйста. Давай еще за баштира. Баштир довел до слез Катьки. Вот у нас, нанимаете, в отношениях в чем беда? Она у меня придурок. Вот я ей что-то, блядь, спросил. А, я ей, знаете, что, можно им говорить, да? И вот сейчас сидит и думает, да, я придурок. Ты мой любимый придурок. Я с тобой. Тебе что еще-то надо? Вот сделай то лицо, которое до этого минуту назад вот скорчит. Понимаете, она на все как-то реагирует, пиздец. Но отсосала у меня шлюха. Сейчас подворотни, блядь, за 100 реалов. Почему так себя вести? Я вот этого не понимаю, богачи. Что ты на это ответишь, блядь? Просто для аватарки охуенно. Вот сейчас скажет, он надо мной. Это контент, Марк? Идет. Скажешь, не выставляйте, а не выставлюсь. Сделай что-нибудь супер-кресиво, ну, пожалуйста. Супер-печаль, вот это да. Видно там, посмотри? Видно? Ну, сделай супер-печаль, чтобы видно было. Вот как сейчас делай. Да все, ну, ладно. Ну, подготовься, сделай вот это, блядь, глаза закрой. Ну, пожалуйста. Да ты снимаешь, блядь, дурак, небо. Блядь, сделай как надо, и чтобы глаза закрыло. Вот так видно, подожди. Да ты хуя ли видишь? Короче, поняли, ждем суп. Друзья мои, мы взяли супчику. Ну, Катка занимается хуйней, провел стрим. И знаете, что на стриме спалили? Заходим к Лесику на стрим, а там Влас Тарасенко. Я говорю, Влас, ты почему ушел? А он знаете, что говорит? Юра, ты неблагодарная сука. Он сказал, что когда детям донатят в детский дом, они счастливые глазки делают. А ты ведешь себя как комнатные фрики, а комнатные фрики и подешевле могут быть. Комнатные фрики могут быть дешевле. А Влас забывает, что у меня глаз один, а у меня нету радости в глазах. Влас, ты вообще не прав нахуй. Зачем тебе, Лесик, а? Где же Катька? За тебя, Власик. Да, за тебя суп едим. А должны бы за баштира. Но все равно едим за тебя. Крайний суп. Эх ты, Глаз. Неприятно, правда. Мог бы прийти и рассказать мне. Так ты еще Исэй Щербаева обидел. А, Исэй Щербаева тоже обидел. А конечно, эти чуханы, которые отдыхают в Египте по дешевым турам. Я не знаю, мне похуй. А, Катька летит в Мехико завтра ей. Мне башкир на билет денег дал, девочка. А, ей башкир дал. Так что вот. Вот наш крайний ужин и подошел к концу. Что там дохуя денег? На похуй. На какого денег-то есть? А? Кать колесико смотрит. У которого сидит Влас, который нас бросил. А я вызвал такси. Все, бригада, брат. Все, забрали, да? Сигареты? Так что все, садимся в такси и башим. Врачу телефон. Мы, короче, убегаем от ментов в такси. Такси приехало, позвали. Да. Ну, а что? Сейчас ляжем спать. А завтра вечером будем в Панаме. Ёпту. Костя. Знаешь, вот, да? Как все сошлось. И внук вернулся. И опять Мексика, блядь. И Константин в духе. В общем, едем. Вот у меня, знаете, вот уезд вот этот. Все-таки, блядь, оставляет какой-то осадок. Я хуй знает. Вроде, блядь. И хватит до этой Бразилии за три месяца. А вроде, блядь. Стала она родненькой, короче. Мне кажется, моя женщина, знаете, заскулить через месяц, через два обратно захочет. Ну, посмотрим. То есть, реально, здесь было очень много хороших моментов. Да, да. И Катька, в принципе, у меня здесь сорвалась сколько раз? Я же по этому странно изучаю. Сколько раз? Один. Один? Да. А, и Катька за три месяца всего один раз, притяните, блядь, сорвалась здесь. А это на самом деле вообще заебись. А как, да? А, второго января сорвалась. Ну, это и то там было, знаете, эти кокаиновые сорвания. Так что, не, нормальная Бразилия. Интересненько. Можно посмотреть. О, мои любимые. Держите. Ну, что, мы проснулись. Юрта вздрыхнет еще. Нам принесли завтрак. Да похуй. Купим еще наш завтрак. Моя любимая женщина. Вчера пошпилились два раза. Она же, знаете, с утра проснулся, блядь, и не верит своим этим воспоминаниям. Ну, и что? Через час выбираемся в аэропорт. О, Вита Корлеони. Мафия бессмертна. Травяной кружок. Хаммер, держись. Все будет заебись. Так и что у нас? Да, погода в Рио вот такая. Футболочку в дорогу Катька не постирала. Что у нас еще? Сопли у меня, блядь. А так вроде все. Катюха разобралась, там все документы сделала. Осталось бумажку, походу, какую-то распечатать. И все. Документов в Мексику, в принципе, никаких там не требуется. Заполняете. Там, короче, кому для вас не надо. Вы что, с Бразилии полетете в Мексику? Ну, все. С богачей потыщенки. Сами понимаете, новая страна. Давайте. А что, тогда, смотрим видео дальше. Ну что, богачи, мы сели на дорожку. Сядь на секунду. Надеемся, что в этот раз вы нас не подведете в Мексике. В общем, хотелось ездить. А тут улум очень дорогой. Да. Так что, возвращайтесь все. Ну, почему я выше тебя? Что, высокая у меня? Нет, ну правда, наведи камеру. Вот теперь вверх пошла. Видишь, раньше тут ширь шла, а теперь вверх. Это такая дамочка скоро будет. Ну, все. Че, полетели? В Мексику по-башкирски, так сказать. Башкирский трип. О, мой багаж. Трип. Юр, тосты летишь сегодня вот тут. Башкирский трип. Если че. Ну че, эконом класс. Сам понимаешь. Башкирский трип. Башкирский трип. Башкирский трип. И салюты. Катька расплачивается, а я... Забил себе пару сигареток, чтобы, знаете, поспокойнее. Такси до аэропорта стоит тысячу рублей. Uber. Даже чуть дешевле. Ехать вроде как 20-30 минут. Все, буздаем сколько. А до этого... Какой красивый парень пришел. Сколько мы здесь нажили. А, еду сегодня в Валердасах. Всегда новую жизнь в новой стране. Начинаю с Валердасов. Гулины. Надпись будет теперь опять только, блядь, с Мексики. Не успели мы с вами на бразильскую надпись, братья. Погнали в Мексику. До свидания, Рио. Ну, мне вот кажется, что ты еще отдашь. Довердемся сюда. Конечно, я же панетку бросил. А, панетку бросил. Доехали до аэропорту. Хотел, знаете, косячок с собой взять. Катька наорала, говорит, нельзя. Вот, докуриваю в быстром порядке. А то, говорит, отсюда наркотрафик по-любому собаке. Мне кажется, я бы один-то провез. Все, давайте. А что сама себе в багаж засунула? В гималайскую соль и стиральный порошок. А, сама везет, блядь, гималайскую. А ты опять в попке это все везет? Нет, в чемодане. А, в чемодане. Все, пошли сдаваться. А, и у нас сегодня виза вроде как закончилась. Нормально, это 24 часа день. Ну да, о. Сейчас как без QR-кода, мы не пустят в аэропорт, во смеху будет. А, летим? Какой, блядь? Нахуй, опять? Копаэролайнс. Панамская авиалиния и всякую, нет? Аэропорт обычный, маленький такой. А, ну здесь потому, что, знаете, они каждый разделен по авиакомпаниям. Блядь, должно бы сейчас все заебись. Бля. Катька волнуется, пиздец. Я вообще не в делочке. Знаете, я вам что скажу, что вот после той хуйни, которая была в Грузии, у меня реально я пока стою и жду вот этой вот, получить посадочный талон. Раньше, знаете, чувство радости было, а теперь ужас, блядь, просто бесконечно. Хотя для Мексики вообще ничего не надо, только там паспорт нормальный и эту хрень. Какое-то электронное здоровье. Все. Давайте кулачки держать и лайк. Все. Должно быть, заебись. Пробуем. Ну, Панама, Мексика, билеты, заебись. А, бригада. А, бригада. А, бригада. Бригада. Вообще ничего не спросили. Вот что значит настоящий паспорт путешественника. Катька не волнуется больше? А? Куда? А мы успеем? Ну, пойдем. Ну, что, братья, сестры, челики, иваны и богачи? Юра опять отправляется в путешествие. Через 20 минут в Панаму. А из Панамы в Мексику. Заебись. А вы что делаете на этой неделе? Это я не выебываюсь, а просто выебываюсь. Нормально так, да? Рио-де-Жанейро. Панама-Сити. Бля, пиздец. Уровень, конечно, зашкаливает. Ну, что, какие подписчики? Такой блогер. А подписчики у меня вон, крутой на крутом сидит. Годик начался, да? Внук вернулся. Костя, 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 Костя. Короче, вообще. Башкирский трип. Башкирский трип. Башкирский трип. Башкирский трип. То есть первый раз за два года летим, как белые люди. Знаешь, вообще всем на все попы. Как раньше было, просто дали паспорта, получили посадочные. То есть Бразилия для человеков и Мексика. Да и вообще, вообще Америка. Американцы тоже скиньтесь там, блядь. Я опять еду к вам поближе. Меня во всей этой истории, знаете, еще радует больше всего. Я говорю, что так как она у нас не проверила визу, если нас вдруг Мексика не пускает, нас в Бразилию дрогнут сами, они за счет своей авиакомпании. Так это у нас законы такие, здесь может не то. Как это? Это в любой ситуации. А здесь вдруг, блядь, скажут, давайте нам вашу бабу, блядь. Смотри, мы от них вышли. Пока мы в Мексику не зашли, мы у них ушли. А-а-а. Ну все, мы пошли в Мексику. Нихуя регистрация. Вообще, видали, как прикольно, блядь? А, бригада? Да. А, у меня обычный паспорт. Че? Вот, друзья, и все. У нас все получилось. Слышали, как штамп-то звучит, да, когда ты с Рио-де-Жанеро уезжаешь? Он более такой приглушенный. Потому что я и мои любимые богачи любят, когда чуть-чуть приглушенно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Видишь, как хорошо все-таки готовится? А, ну здесь дьюти-фри. А денег у нас на дьюти-фри нет. Можно еще копейка за Никулина ебнуть где-нибудь, если будет. Какая хуйня вонючая. Челяди нет. То есть, все везде пусто. Очереди небольшие. А еще клево то, что ты летишь с курорта на курорт. Я не выебываюсь, я просто выебываюсь. Сейчас улетели с тепла. В Панаме тепло. Но в Мехико 20 градусов, кстати. А тоже, да, все мы с вами думаем, блядь, здесь везде жаркая ледра. А вот нет. А, идем на посадку. Мехико любимое, это же это, шланная подвеска. Да, видите, Мехико не любят. Наверное, стоит подвести итог по Бразилии. Ну, не пожалел ни на секунду, что мы сюда приехали на самом деле. Наверное, единственный раз пожалел, когда билеты мутили в Мексику. Думал, что все дешевле будет. А так нас, я считаю, Бразилия очень хорошо приняла. Вкусно, солнечно. Есть пляжики достойные. Люди нормальные. Но вам, я думаю, еще Бразилия, она не скоро, вот, короче. То есть, она для таких уже, знаете, для опытных. Все говорили, опасно, опасно. Я так на самом деле, блядь, криминала я не видел. А как что говорит, это потому, что ты сам нарик, блядь. Ты сам криминал. Юра, криминал. Трип. Баштирский трип. Баштирский трип. Так что все, полчаса и вылет. Скажите, что в бизнес-зал не пошли? Они не успели, хули. А идти туда на 10 минут нахуй надо. Ну что, богачи? Дьявола, челик поганый и мои любимые подписчики. Все, полетели. Кать, как говорит, бразильский сезон считать закрытым. Мы сейчас еще с вами должны помнить, и Кать уже придумала у нас одну хуйню. Погладить самолетик? Погладить самолетик? Да, ну и что, вкусно? Ну, погладить. Все, верно. Моя безопасность, это наша работа. А, наша безопасность. Гля, как? Надо ж погладить. Погладим. Погладить с той стороны. Пим, пим, залетай. Опять не в бизнесе летим, летим экономом. Билетов не было, не хватило. Народу много. Непуя нам билеты дали, что мы в разных, видите, рядах. Но Юра договорился, отсосал мужику вон и все. Он, короче, это все. Я так рада, чтобы от него пересела. Что, белый-то такой? Это он противный. Так что вот. Я вообще пока сидела, смотрела, но все, боже, боже, поняла, что ты у нас самая красивая. Я молодец, договорился, да? Монди, Валан, нам сколько с вами сидеть. Мы сейчас здесь, Рио-де-Жанейро. Ты что творишь? Блядь, все сломалось. Короче, надо перелететь все в Бразилию. А, вообще, все выключилось. Блядь, который... А, вот, смотрите. Нормально. Короче, похуй, все, поехали. А, вот, вот так лететь, блядь, опять не успели, поняли, да? Да, хорошо. Такое, Юра, какой перде. Какой перде. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok